Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Уважаемые любители рок-музыки, доброе утро! Мы уже, конечно, про базу все фильм сняли давным-давно, она уже давно готова. Но мой гениальный продюсер, режиссер сказал, что я мало рассказал про инженерное оборудование, что это вам очень будет интересно. Ну, наверное, это так и есть, пойдемте показывать. Инженерное оборудование. Ну и первое, о чем мы позаботились, чтобы гости, когда приходят сюда в студию на репетиционную базу, сюда будут приходить и журналисты, и с телевидения, и с радио, и с газет. И плюс, конечно, музыканты. Конечно же, в первую очередь мы приобрели массу тапочек на выбор. Всяких. Вот здесь, видите, да? Здесь. И именные тапочки. Угадайте, чьи? Вот угадайте, чьи это тапочки. А это тапочки самого Волощука СД, который любит, как старый чекистый, он любит, чтобы ноги были в тепле, а голова в холоде. Вот так. Ну вот, вот она, бойлерное с оборудованием. Заходите, покажу вам все. Здесь как раз, будем говорить так, мотор этого здания инженерный. Здесь находятся бойеры, котлы, висман и вентиляционная установка. Все здесь находится, потому что вы же понимаете, что без окон, без дверей репетиционная комната. Поэтому там нужно и приток воздуха, и отток воздуха. Все туда нужно. И подогреваем его, чтобы зимой это все работало. Поэтому вот эта вентиляционная установка и разводка вентиляции по всему зданию, чтобы было комфортно и чтобы не шумело. Поэтому здесь все поставлено с глушителями, все трубы заизолированы, шумоизолированы. И запущены под потолок. Все это проходит под потолком, опять-таки, с хорошей шумоизоляцией. Все здесь. Поэтому воздух заходит во все помещения. И здесь люди себя чувствуют достаточно комфортно. Значит, в тот раз мы показывали еще не до конца доделанную комнату отдыха. А сейчас она уже, видите, культурно облагорожена. Здесь столик хороший, где можно сидеть. Кофеварка приличная. Телевизор на стене. Чайник. Холодильничек. Микроволновка. Кондиционер. Все-все есть для нормальной жизни. Ну, еще дополнительная вешалка. Для того, чтобы переодеваться тут, как гримерка у нас. Так что здесь мы пьем чай. Нам повезло. Мне повезло. Я-то сам, вы знаете, я уже три года не пью. Больше. Три года и три месяца. И поэтому команда подобралась такая же. Все не пьющие. Это меня радует. Потому что работа не любит этого. Помните советскую поговорку? Если пьянка мешает работе, брось работу. То здесь как раз все наоборот. Если пьянка мешает работе, брось пьянку. Вот уже проверенные музыканты, уже поработавшие на сцене, прекрасно понимают, что на сцену вот этим делом выходить нельзя. Это непрофессионально. И вообще бухать непрофессионально, потому что здоровье свое глобишь. Пошли дальше. В тот раз я показывал вам помещения, еще пустые были. Вот складовка была пустая. А сейчас уже заполнена всякими запчастями, всякими педалями, которые могут использоваться. Всякими приставками, звуковыми картами, дополнительными платами, малыми барабанами. Ну, педалями, если вы видите. Здесь еще и система звуковой сигнализации пожарной. Датчики все сюда заведены. Ну и всякие шнуры. Техника имеет такое свойство ломаться. Люди не ломаются. Из людей можно гвозди делать. Из рок-группы Волчуха СД. А техника не выдерживает. Ну, что делать? Туалетик оформили. Наш великий продюсер. Я даже сделал специальную такую ширмочку. На тот случай, если вдруг кто-то будет заглядывать в окно. Тут, правда, никого нету никогда, но вдруг. Поэтому ширмочка есть. Ну и все, все, что нужно для жизни. Потому что вы же знаете, что большую часть жизни человек проводит во сне. То есть третью часть, в 8 часов он в среднем спит. Но еще немалую часть он проводит в туалете. А многие большую часть жизни проводят в туалете. Помните Николай II, последний император России. У него туалет был как библиотека. Там были книжки. Он сидел и читал. Он не знал, что нельзя сидеть долго на унитазе. Потому что геморроя развивается. Поэтому он как раз и болел геморроем. Это его была основная болезнь. Поэтому не переусествуйте тут в унитазике. Лучше работать. Меньше спать, больше работать. В тот раз режиссерская еще была недоукомплектована. А сейчас уже порядок. Маг серьезный стоит здесь, мощный. К нему всякие примочки, прибамбасы. Всякие расширители. Всякие звуковые платы. И видеоплаты. Все, все есть. Ну и знаменитые, конечно же. Ямахи, НС-ки, 10-е, студио, которые уже давно сняли с производства. Но они считаются до сих пор лучшими колонками для студийной работы. И недавно смотрю фильм о возрождении Абы. И сидят, записывают что-то в студии. И у них Ямахи, вот эти, НС-ки, 10-е стоят. Насколько это ценится во всем мире. Видите, тут тоже самое. Звукоизоляция, все есть. Вентиляция, кондиционирование. Здесь комфортно. А это сидение. Для лучших людей. Для лучших. Кто в конкурсах будет побеждать, они будут приглашаться, чтобы понаблюдать за процессом репетиции или стрим-концерта группы Волощука СД. Ну, а журналисты тут присутствуют обязательно. Потому что режиссер, вот специальное кресло хорошее. Помощнику тоже. Моему. Вот там сидит. И идем в самое главное помещение. А проходим мимо второй моей любимой гитары. Она называется Клоун. Это Варьер. Сделан на форме телекастера. Источен также со звукоснимателями. Один наклонный, один хамбакер. Все сделано как положено. И рыбка Клоун. Звучит мощно. Хэви Мэтл. Можно рубить. И мы, конечно же, позаботимся о пожарной безопасности. Везде стоят хорошие огнетушители. Ну, на крайний случай. Хоть тут и помещение-то небольшое. Но пусть будет. Заходим. В тот раз еще аппаратура не вся была. А тут мы уже приобрели пультик. На 48 входов. Вы спросите, а зачем так много? Ну, а на крайний случай. Потому что только на ударной установке стоит. Там 8 или 9 микрофонов. Плюс 3 микрофона для моих гитаристов. Один для меня. И плюс мы планируем еще для каких-нибудь грандиозных концертов привлекать девчонок на подпепках. Вы же любите смотреть на девчонок с длинными ножками. Красивыми. И с красивыми голосами. Вот будем приглашать. Чтобы они поддерживали незабвенный вокал Волощука SD. Поэтому пульт хороший, работает. Ну, здесь все компрессоры стоят. Всякие. Все это стоит здесь. Поставили электровойцы на 8 киловатт здесь. Плюс всем музыкантам поставили напольные мониторы. Это очень удобно. Хотя, конечно же, мы пользуемся ушными мониторами на репетициях. Но иногда хочется послушать, как оно в воздухе висит все. Ну, а это мои гитары знаменитые. Потому что пользуемся иногда. Это модель называется Jimmy Page. Это реально модель Jimmy Page. Подписная. Чем она отличается? А Jimmy Page был большой выдумщик. У него тут хамбакеры стоят. А вот здесь еще два переключателя. На стандартном Лес Поле. Только здесь. Больше нет. А у него еще вот эти. Внутри хамбакеров переключают синглы. Поэтому набор звуков намного шире диапазон. Звучит она потрясающе. Очень мощная гитара. Jimmy Page не просто был великим гитаристом. Хотя все говорят, что там слабая техника. Да, конечно, по сравнению с современными хэви-металистами он не такой виртуоз. Но он зато придумщик был хороший. Видите, даже гитару такую придумал переключатель. А другие-то не додумываются до этого. Ну, а это знаменитый Horizon 2. Великолепный инструмент. ESP-шный. Просто великолепный. Хотя это серийная машина. Обычная. Это не Custom Shop. Но звучит она просто потрясающе мощно. И очень нарядная. Согласитесь. Очень красивая. Ну, и еще это тоже серийная гитара. Видите, Explorer. Знаменитый. На удивление мощный инструмент. Очень мощный. Ну, я хочу сказать, что это была первая гитара, где Gibson использовал керамические звукосниматели. И они были самые мощные. Они придумали то ее в начале 60-х, когда началось освоение космоса гитару. Но она не пошла. Она почему не пошла? Был слишком экстремальный дизайн. Тогда это было непривычно. И ее производство сняли, прекратили. И только потом уже, в 70-е годы, они возобновили производство. Потому что уже такой дизайн футуристический стал популярным быть. И они начали делать их из красного дерева. А звукосниматели так мощно и оставили. Поэтому это тоже очень мощная гитара. Вы спросите, а зачем вам мощная гитара? Вы же хэви-метал не рубите. Ребята, мы, может быть, и не рубим хэви-метал. Но мы берем лучше от хэви-метала. Потому что вот эти шреды хэви-металлические. И вообще гитарист хороший, современный. Он должен пройти школу хэви-метала. И поэтому мы, конечно же, используем и ходы хэви-металлические, и риффы в песнях. Насыщаем их. Потому что без этого крайне современно. Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из ваты! Ты подарки нам привез, хороший человек или нет? Вместо него волосок СД будет рубить вам музон. На ЕСП-шке, горизонт. Хорошая гитарка. А это мое рабочее место. Вот оно. Вот он, микрофончик именной. Тут подписан номер. Получок СД написано. А это мой помощник. Пюпитер. Потому что текстов много. Вы знаете, что я сочиняю очень быстро. Я только за прошлый год зачинил больше ста песен. И за предыдущие тоже больше ста. Клипов сделали 120 штук. Поэтому не запоминаю. Вы будете смеяться. Но иногда сочиню, но другой день забыл даже, что сочинял. Поэтому очень хорошо, что сейчас современная аппаратура, современные телефоны, современные возможности записи. Записываю все обязательно. Потому что один из моих наиболее уважаемых людей русских, это Владимир Ильич Ленин. Его можно осуждать, не осуждать, тиран, там еще как-то так. Но это был великий человек. И мне очень нравится его фраза хорошая. Огрызок карандаша лучше феноменальной памяти. А сейчас хороший айфон лучше любого огрызка карандаша. Поэтому все записываю быстро, моментально. Потому что человеческая память, она такая вот ненадежная штуковина. Забывает. Пока разучиваю, вот здесь вот лежат песенки мои. Поздравляю с приближающимися новыми годами, новым и старым. Будем давать стримы. Значит, из усилителей что мы используем? Мезу, Маршал и Фендер Басмен. Почему-то он не пользуется спросом у басистов. Больше любят Галлин Крюгер. Может быть, потому что Галлин Крюгеры, они транзисторные, они более надежные в гастролях. А этот ламповый. Но звучит он очень прилично, очень хорошо звучит. Поэтому используем. Доукомплектовали все. А самое главное, чего мы еще не доукомплектовали, это мы вот сюда человечка еще не доукомплектовали. Продолжаем искать клавишника. Обращаюсь к тем, кто желает присоединиться к группе, которая взлетает наверх на рок-олимб. И стать известным музыкантом под чутким руководством Волощука СД. То мы приглашаем, но только людей с высшим музыкальным образованием по классу фортепиано. И владеющим компьютерными технологиями. С сэмплами все этими, звуками синтезаторными. Воздуховоды, если вы видите, идут здесь. Здесь и приток воздуха, и отток воздуха, вытяжка. Значит, два кондиционера. Но, по сути дела, здесь объем воздуха большой. Видите, я даже, смотрите, я в зимней одежде, и здесь тепло. Но здесь воздуха много. Мне абсолютно нормально дышится. Очень хорошо. Ну, а это зимние украшения, потому что мы же готовимся к стриму. В новогоднем антураже все. Ну, и повторяясь о том, что мой гениальный продюсер и режиссер сказал, расскажи про трудности, какими ты столкнулся при подготовке и создании этой базы. Инженерными трудностями скажу. Ну, конечно, ковид очень сильно ударил по времени. Потому что болели люди, мы болели. Это одна трудность. Но это мелочь. По сравнению с тем, что поставщики западные прекратили тоже работу. Поэтому многое оборудование заказали, оно зависло. Его привозили там через 2-3-4 месяца. До сих пор еще не привезли у нас конечное оборудование по пожарной сигнализации. Сами пульты. Хотя уже полгода везут. Я думаю, даже не из-за того, что это Россия без влаберности. Нет. У нас в России уже давно научились хорошо работать предприниматели. И оперативно работать. Но из-за вот этих вот всех санкций, того-сего, вот это все задерживается. Но уже все готово. Звук уже отлично. Все отстроено. И в студии отстроено, имею в виду, в режиссерской. И здесь отстроено, в репетиционном зале. Они автономны. Вот. То есть звук проходит напрямую туда. Через триплеры проходят напрямую и заходят сюда. Видите? Вот такие они. Поэтому они автономны. Они зависят друг от друга. Две эти системы. Режиссерская и эта. Поэтому там отстраивается звук для студийной записи. Здесь отстроен звук для того, чтобы можно было комфортно репетировать. И слышать, как оно звучит в реалиях. Ну вот, вкратце. Поэтому сейчас будет серия стримов. Какая серия? Два стрима будет. Два. И потом мы выходим на живую площадку. Поэтому это как бы тренировка будет. Ждем вас на наших стримах. И ждем ваши каверзные вопросы. Провокационные. Я буду на них отвечать. Не бывает неприличных вопросов. Бывают неприличные ответы. Я постараюсь отвечать интеллигентно. Ну и еще расскажу вам про систему освещения, которую мы сделали здесь. Она такая на рельсах. Видите, вот рельсы проложены. Посредине, сбоку, сзади. И закуплены различного вида светильники, прожекторы. Сейчас просто их здесь нету. Но при записи стримов, при записи концертов, клипов мы будем устанавливать. Они будут двигаться. Это все сделано удобно. Под потолок практически незаметно. Но зато удобно установить в любом месте, под любым углом, под любым наклоном. То есть сделали уже репетиционный зал таким, чтобы он был удобен во всем. И для репетиции, и для съемок. Вот так. И для совещаний музыкальных. Это обязательно. Разбор полетов. И после концерта лажанул, выскочил из тональности. Спел мимо ноты. Ну и так далее и тому подобное. Ну а что делать? Ну в жизни бывает всякое. Даже великие иногда. Петуха запускает. Но! Мы будем делать все по высшему классу. Ну и в тот раз, пока еще не было покрытия пола, я вам показывал, что здесь проложены желоба, по которым идут провода. Эти желоба проведены полностью везде. Вот здесь он проведен и по всем краям. Для того, чтобы можно было провода запустить. Поэтому, видите, от ударной установки, от всех они сюда заходят. Вот, в желоб. Вот. И идут к пульту и в режиссерку. Звукоизоляция отличная. Все-таки мы пригласили специалистов. И они подобрали нам самый удачный, удобный материал. Он называется шоколад. Видите, как плитка шоколадная. И они еще подсказались поставить басовые ловушки в каждый угол. Это басовые ловушки. Которые ловят низкий перебор, гудящий низ. Так что, вот так, вкратце. Вкратце рассказал вам об этой эпопее. Я же обещал вам, что вы будете наглядно смотреть. Как никому неизвестный человек, который далекий от музыки. С другой профессией совершенно. Ставит перед собой задачу и становится рок-звездой. Кто-то еще сомневается в том, что Волощук СД будет рок-звездой. Он уже рок-звезда, но будет самой главной рок-звездой нашей страны. Потому что, чему научил меня бизнес, наука и спорт. То, чем я занимался до этого. А научили меня одному. Постановки цели и ее достижения. Спланировал и движешься в этом направлении. И редактируешь себя. Вот тут неправильно сделал, научился, переделал. Поэтому я благодарен всем хейтерам, которые гавкают на меня. Они думают, что они критикуют. Но, в принципе, это тоже критика. Благодаря им я ушел от глагольных рифм. Я раньше не знал, что это как-то уже не принято. Сейчас я ушел от них. Сейчас я уже рифмую в основном на существительные. Да, от этого стихи стали намного лучше. Спасибо вам, ребята, хейтеры, что вы мне подсказали. Я ухожу от поучительства в стихах. Но я никогда никого не поучаю. Но у меня стихи такие, будем говорить, были ранее правильные. Поэтому все говорят, вот ты поучаешься. Да я никого не поучаю, только вопросы задаю. Я просто задаю такие вопросы, что кажется, что я кого-то поучаю. Поэтому от этого тоже отхожу. Больше метафор в стихи начал добавлять. И в музыке. То, что меня критиковали. Я-то начал с рок-н-ролла. А рок-н-ролла что такое? Это квадрат. Это рок-н-ролльный квадрат. Поэтому я раньше сочинял в рок-н-ролльном квадрате. Но благодаря постоянной критике, товарищи хейтеры, благодаря вам, я ушел. Начал линейные вещи сочинять. Они действительно интереснее и сложнее. Но от рок-н-роллных квадратов я тоже не отказываюсь. Потому что хороший рок-н-ролл – это классика. Поэтому и то, и то используем при сочинении. Так что так. Спасибо вам. Всем подписчикам и тем, кто критикует меня беспрерывно. Всем-всем огромное спасибо за то, что вы неравнодушны к моему творчеству. И повторюсь. Все вы наглядно видите. В 19-м году, в сентябре, мы начали. Сейчас конец 21-го. Два года прошло. И вот мы уже сделали какой-то репертуар. Сделали репетиционную базу. Сформировали уже музыкальный коллектив. Потому что студийный коллектив, которым был. Там мои дети были, которые помогали мне записывать. Сейчас мы уже набрали профессиональных музыкантов. И вы их увидите на первом стриме всех. История Ивана Бессензуры Расскажет рокер Валащук Расскажет рокер Валащук